Здравствуйте! В эфире новости на телеканале CBC в студии Медина Гурбанова. В начале коротко о главных событиях к этому часу. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 12 391 человека, пострадавших около 63 тысяч. Гуманитарная помощь, собранная фондом Гейдара-Алиева ночью, прибыла в Турцию. 36 тонн груза будут доставлены в районы стихийного бедствия. Президент США Джо Байден заявил о полной поддержке правительства страны в оказании помощи Турции и Сирии после разрушительных землетрясений в обеих странах. Число погибших в результате сильного землетрясения в Турции достигло 12 391 человека, раненых около 63 тысяч. Об этом сообщает управление по чрезвычайным ситуациям Турции. Поисково-спасательные работы продолжаются. Из-под завалов удалось извлечь более 20 тысяч человек. В 10 провинциях страны объявлен режим чрезвычайного положения. До 12 февраля по всей Турции объявлен общенациональный траур. 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, затем еще десятки авторшоков. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахрамам-Мараж залегал на глубине 7 километров. Стихийное бедствие затронуло и Сирию, где на сегодняшний день известно о 2,5 тысячах погибших. По поручению первой леди Азербайджана, президента фонда Гейдара Алиева Мехребан Алиевой, специальным самолетом с гуманитарной помощью фонда для пострадавших от землетрясения прибыли в турецкий аэропорт Газиентеп. Сотрудники фонда, командированные в зону землетрясения, доставят гуманитарную помощь в районы стихийного бедствия Турции. Фонд Гейдара Алиева направил людям, пострадавшим от землетрясения, 36 тонн гуманитарной помощи, в том числе лекарственные препараты, кислородные маски, системы фильтрации воды, перевязочные материалы, другие медицинские принадлежности и оборудование, теплую одежду и палатки. Азербайджанские врачи принимают активное участие в эвакуации пострадавших, оставшихся под завалами в ходе землетрясения в турецком городе Кахрама-Мараш. Об этом сообщил военный врач Министерства обороны Азербайджана Ниямеддин Агамалиев. Основной частью нашей работы является прием больных, медицинское обследование, оказание помощи и подготовка больных к другим местам лечения. В то же время участие в их эвакуации мы до конца будем с турецкими братьями. Боль Турции – это наша боль, подчеркнул военный врач. Всемирная организация здравоохранения направит группы экспертов и медикаменты в Турцию и Сирию. Об этом заявил глава организации Тедра Садханом Гибриесус на брифинге для СМИ в Женеве. По его словам, один рейс с предметами медицинского назначения уже направится в Стамбул. Официальные лица ВОЗ ранее подсчитали, что количество погибших после стихийного бедствия может превысить 20 тысяч человек. ВОЗ выделила 3 миллиона долларов США из резервного фонда на случай чрезвычайных ситуаций для реагирования в обеих странах. ВОЗ предоставляет предметы медицинского назначения, поддерживает обе страны и работает с партнерами для оказания специализированной медицинской помощи. Один рейс в настоящее время находится на пути в Стамбул с медикаментами и хирургическими травматологическими наборами из нашей логистической лаборатории в Дубае. Еще один рейс в Дамаск почти готов к вылету и планируется третий рейс в Дамаск. Мы также отправляем делегацию высокого уровня для координации нашего ответа. Кроме того, в обе страны направлены 30 национальных и 13 международных бригад скорой медицинской помощи. Спасательные команды со всей Латинской Америки отправились в Турцию и Сирию, чтобы присоединиться к поисково-спасательным силам в пострадавших от землетрясения регионах. Из Сальвадора к работам привлекут армейских собак. К миссии также присоединилась медицинская бригада. Министр обороны Сальвадора ранее сообщил, что спасатели специализируются на поиске людей под обрушившимися конструкциями. В Мехико местные жители принесли сумки и коробки со всеми принадлежностями в посольство Турции в стране. В бразильском Сан-Паул на помощь двум странам направились пожарные из разных штатов. Наша миссия – поиск и спасение. По этой причине мы привлекаем специализированную команду для спасения людей в любом здании. Есть еще одна команда, которая спасает в замкнутых пространствах людей, попавших под обломки. Кроме того, мы используем собак, которые также являются частью команды и помогают нам находить людей в разрушенных зданиях. Президент США Джо Байден заявил о полной поддержке представительства страны в организации помощи Турции и Сирии после разрушительных землетрясений в обеих странах. Во время посещения рабочих в Висконсине президент Соединенных Штатов сказал, что позвонит президенту Турции Реджеп Тайпо Эрдогана и заявил о предложении оказания помощи вместе с союзниками по НАТО. В случае с Сирией Байден сообщил, что помощь доставляется во все районы, независимо от того, кто контролирует территорию. Удивительно наблюдать, как спасатели пытаются вытащить людей из-под завалов. Погибло очень много людей. Я позвонил президенту Турции сразу после землетрясения и сказал, что Соединенные Штаты предлагают полную поддержку. Спасательно-восстановительные группы наших союзников по НАТО, агентства США по международному развитию, привлекают дополнительные ресурсы, включая наши вооруженные силы в Европе для оказания помощи группам Турции на местах. В Сирии и США оказывают поддержку гуманитарным партнерам, которые проводят срочные поисково-спасательные операции с первого дня, даже несмотря на смерть и ранение сотрудников в этот первый день. Мы по-прежнему твердо привержены делу поддержки турецкого и сирийского народов. Накануне в передаче «Аспекты иностранных дел» с Таймуром Атаевым на телеканале CBC также обсуждалась тема землетрясения в Турции. Одним из приглашенных экспертов в передаче стал доктор философии по экономике политолог Ильгар Велизаде. По мнению эксперта, природные стихии, как правило, объединяют государство мира в стремлении преодолеть их. Пример Турции и Греции, отложивших все противоречия на второй план, показателем примером же обратного поведения, по мнению Ильгара Велизаде, является Иран, который отказался принимать помощь от Турции и Азербайджана во время январского землетрясения в населенном преимущество азербайджанцами в городе Хой. Мы знаем, что у Греции с Турцией очень натянутые отношения на протяжении длительного периода. Так вот, появился термин, не сегодня, не вчера, не на фоне этих событий, он такой достаточно долгий, это дипломатия землетрясений, направили спасательные группы и так далее. И Турция, Турция приняла эту помощь. Вот как должны строиться отношения между государствами, цивилизованной форме. Да, есть противоречия, да, очень порой непреодолимые противоречия, но в условиях гуманитарной катастрофы, с которой столкнулась Турция, вот эти все противоречия отходят на второй план. Например, Греция и Турция показателен для очень многих государств. К сожалению, оказавшись в плену идеологических догм и вредных, и иногда даже, ну скажем так, на уровне психологических расстройств, политических суждений, политические круги, властимущие в тех или иных странах, в частности у нас соседи, ну, предпринимают достаточно неадекватные действия, которые в конечном итоге не способствуют ни миру, ни примирению, не создают условия для... Другим гостем передачи стал автор и ведущий YouTube-канала «Говорит Израиль» Юрий Лагунин, который согласился с тем, что землетрясение в Турции должно стать сигналом для всего мира прекратить распри и войны и начать взаимодействовать. Если политики, если те люди, которые сегодня вовлечены во все эти процессы, не сделают выводы, то что нам ждать от следующей трагедии? Ведь, опять же, пример с Турцией, этот ужасный пример, который произошел, он показывает, насколько мы все зависимы друг от друга. Это же четкий сигнал, который говорит каждому человеку, ребята, нету панацеи, которая может за одну секунду сделать всех счастливыми и могущественными. Мы не можем жить бесконечно, мы смертны, мы слабы, мы нуждаемся в взаимовыручке. И я думаю, что сильнее, чем эта трагедия, придумать что-то еще, чтобы человек взял себя в руки и наконец-то прекратил творить то зло, которое происходит сегодня в мире, мне уже трудно что-либо прогнозировать. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольж, встречая в Елисейском дворце в Париже президента Украины Владимира Зеленского, заявили, что их военная помощь Киева будет продолжаться. Президент Франции и канцлер Германии заявили о намерении выразить солидарность и поддержку Украине и засвидетельствовать объединяющее их с этой страной доверие. Французский лидер подчеркнул необходимость продолжить поставки военной техники Украине. При том, что мы приступили в последние недели к новым поставкам оборонного оснащения, мы продолжим усилия и мы вместе обсудим сегодня вечером оперативные потребности Украины. Мы всегда будем действовать при полной координации с нашими партнерами и союзниками. Россия не должна победить. Пока Путин атакует, нам будет необходимо продолжать военную поддержку, необходимую для сохранения Украины. Мы хотим вместе строить мир, мир, который справедлив для Украины и ее народа, его мужества и позволяет строить пространство безопасности для всех. Между тем, Олаф Шольц подчеркнул роль Германии в военной поддержке Украины. Он отметил поставки тяжелой артиллерии, противовоздушной обороны и недавнее решение немецких властей о поставках танков. Мы поддерживаем Украину. Мы оказывали ей финансовую, гуманитарную и военную поддержку с помощью тяжелой артиллерии, ПВО и в последнее время с помощью поставки танков. И мы будем также поступать в будущем столь долго, сколько это будет необходимо. В свою очередь Владимир Зеленский выразил признательность западным партнерам за поддержку Украины и призвал усилить военную помощь. По его словам, с поставками Киеву боевых самолетов война в его стране завершится быстрее. Украина умеет быть сильной, она умеет быть благодарной. Чем быстрее Украина получит тяжелое оружие большой дальности, чем быстрее наши пилоты получат самолеты, тем быстрее закончится российская агрессия. И мы сможем вернуться к миру в Европе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность в Азии конфликта подобного украинскому. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкенем в Вашингтоне. По словам генсека, быстрое наращивание Китаем своих вооруженных сил, изучение уроков украинского конфликта, а также угрозы Тайваню дают основания полагать, что сценарий войны в Украине возможен и в регионе Южно-Китайского моря. Ранее Столтенберг призвал страны НАТО избегать зависимости от Китая и не допускать ошибок, которые были допущены Западом при сотрудничестве с Россией. Китай внимательно следит за уроками конфликта в Украине, и это влияет на его решение. То, что происходит сегодня в Европе, может произойти завтра в Азии. Китай значительно усиливает свои вооруженные силы, включая ядерные возможности, без всякой транспарентности. Он угрожает Тайваню и пытается установить контроль над Южно-Китайским морем. Северная Корея провела масштабный ночной военный парад в Пхеньяне в честь 75-й годовщины основания Корейской народной армии. Об этом сообщило Южно-Корейское информационное агентство ЮНХАП. Перед парадом на площади Ким Ир Сенов в Пхеньяне прошла праздничная церемония. Агентство сообщает, что для мероприятия были мобилизованы более 22 тысяч человек. Парад уже вошел в историю как самый крупный в истории КНДР. На данный момент на мероприятии были продемонстрированы новейшие вооружения страны, в том числе баллистические ракеты, предназначенные для перевозки ядерных боеголовок. Акция протеста представителей неправительственных организаций Азербайджана, проходящая в зоне временной дислокации российских миротворцев, продолжалась и в ночное время, несмотря на холодную погоду. Активисты требуют прекращения незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территориях Азербайджана и проведения мониторинга на месторождениях Газелбулак и Демирли. При этом созданы условия для беспрепятственного проезда автомобилей. Накануне по дороге Ханкенди-Лачин проехали 62 автомобиля, принадлежащих российским миротворцам. Напомню, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента, 10 декабря азербайджанская сторона собиралась приступить к предварительному мониторингу на освобожденных территориях. Планировались инспекции месторождений полезных ископаемых, а также мониторинг по ряду других направлений. До сих пор такой возможности Азербайджану предоставлено не было. В ответ на жалобы Армении и армянского лобби, Международное сообщество продолжает призывать официальный Баку обеспечить доступ армянского населения Карабаха к дороге, которая и так открыта для гуманитарных целей. При этом никто из них не говорит об очевидном неправомерном использовании Лачинской дороги. Правозащитник Ахмед Шахидов уверен, усилия экоактивистов принесли свои результаты. Что касается информации о будто бы голодании армян Карабаха и отсутствии возможности въезда и выезда, то здесь необходимо напомнить, что их каждодневные потребности покрываются посредством грузов, доставляемых российскими миротворцами и Международного комитета Красного Креста. Весомые факты, предоставленные азербайджанской стороной, а также посещение акции зарубежными путешественниками и иностранными журналистами, сводят на нет попытки Армении и армянского лобби представить ситуацию на Лачинской дороге в ином свете. Такого мнения придерживается правозащитник Ахмед Шахидов. В последние дни участились призывы к Азербайджану открыть дорогу, которая и так доступна для всех гуманитарных целей. Ежедневно в СМИ распространяются кадры, подтверждающие это. Армянская сторона создает ложное представление об ухудшении гуманитарной ситуации. Здесь необходимо напомнить, с какой целью началась эта акция. Причиной послужила незаконная эксплуатация азербайджанских территорий, а также недопуск специалистов, в том числе из Министерства экологии и природных ресурсов, для проведения мониторинга. Пропагандистская машина армянской стороны, армянского лобби, поддерживающих их западных институтов, распространяет абсолютно ложную информацию, связанную с этой акцией. Дорога в Ханкинди не была закрыта. Она доступна для гражданских целей, для проезда автомобилей российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста. Конечно, есть большие изменения того, что было до проведения акции, того, что мы наблюдаем сейчас с точки зрения так называемых интересов армян, как из самой Армении, так и из Карабаха. До начала акции армянские бандформирования спокойно посредством Латчинской дороги провозили оружие и другие запрещенные к перевозу средства. Сегодня сделать это невозможно. Своё предвзятое отношение к вопросу продемонстрировали некоторые западные организации и страны, выступив с неподкрепленными никакими фактами заявлениями. Помимо этого, в некоторых армянских СМИ начала распространяться информация о том, что у Азербайджана якобы может появиться юридическое обязательство разблокировать дорогу. По мнению правозащитника, это не представляется возможным. Ни одна международная организация не может указывать официальному Баку в связи с этой акцией. Это суверенная территория Азербайджана. Не существует никаких международных механизмов, запрещающих азербайджанским гражданам собираться и проводить акцию. Думаю, что армяне Карабах и руководство Армении должны задуматься. Если их связывает сухопутная дорога, то, согласно трёхстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, Армения должна выполнить обязательства и обеспечить сообщение Нахчевана с основной частью Азербайджана. То есть должен открыться Зангизурский коридор. Если не будет Зангизурского коридора, то не должно быть и Лачинского коридора. Это моё субъективное мнение. Ежедневно на территории акции создаются условия для прохождения грузовых автомобилей российских миротворцев, содержащимися в них грузами гуманитарного назначения. Кроме того, тяжелобольные доставляются в Ереван в сопровождении Международного комитета Красного Креста. Вдобавок к этому Баку заявлял о готовности азербайджанской стороны обеспечить гуманитарные потребности проживающих в Ханкенде армян. Эсмира Алиева, Олег Амербеков, CBC. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с телеканалом CBC. Субтитры создавал DimaTorzok